Добрый день, друзья! Хочу напомнить, что так называемая отмена участников голой, almost naked, вечеринки Насте Явлевой началась с Филиппа Бедросовича Киркорова. В МХТ Кехман запретил участие в корпоративе, уже проплаченное, сославшись на распоряжение администрации президента. Хотя, в принципе, считается, что Филипп Киркоров – это такой АП-шечный человек. Тогда, стало быть, по логике той версии, что все происходящее вокруг этой вечеринки – это противостояние силовиков и АП, можно сделать вид, что Кехман – это человек другой башни силовиков. ХЗ, вот, ну, не знаю, это вне зоны моей компетенции. Я с Кехманом записывал два года назад, в конце 21-го года, прям разэсклюзивное интервью. Прям плашка была на канале «Москва за 4» эксклюзив. Интересный человек, то есть собеседник любопытный и такой хитро сделанный мужик. Я оставлю просто фрагмент того разговора. Послушайте. Недавно влиятельная «Столичная газета» написала, что вы являетесь автором термина «либераст». Мне кажется, что вы с Филиппиным должны быть единомышленниками тогда в отношении вот этой страты, как бы творческой. Вы знаете, я еще раз ничего не могу сказать, потому что все, что касается либерастов, да, это действительно… Ну, вы можете сказать, что вы действительно автор этого термина? Так говорят. Ну, что значит, Владимир, что значит, так говорят? Я определил его в 2015 году. Если до этого так не говорили они, вот, то я в одно слово определил этих людей. Поэтому, да, поэтому вы можете сами посмотреть, если было до 2015 года это слово, значит, это не я автор его. Если его не было, значит, я автор его. Ну, я, насколько понимаю, здесь вы тоже совпадаете с Баяковым или с Баяковым в оценке вот этой группы людей, которых так называют. Я вам честно скажу, что я никогда не разделяю ни с кем своих убеждений. Вас характеризуют как воинствующего православного. Александр Глебович Невзоров употребляет такой термин, как православие головного мозга. Вы, наверное, слышали, как он в отношении Березовского впервые употребил термин. Это отразится как-то на политике театра, вот, ваши убеждения эти? Вы знаете, мои убеждения были использованы всего лишь один раз в политике театра, когда я уничтожил спектакль под названием «Тангезер». Я помню, да. Да. Это была моя действительно личная позиция. Если бы не представилось это сделать еще раз и еще раз, я бы поступил бы точно так же. Поэтому все, что касается, в принципе, моего отношения и моих взаимоотношений с Богом из церкви, они очень точно описаны, как Господь сказал в Евангелии. Значит, если ты хочешь помолиться Богу, то зайди, закрой дверь и наедине помолись Богу. И все, что втайне, тебе Бог даст явно. Когда я вошел в театр и увидел у персонажа Эдуарда горящие в кабинете, в рабочем, горящие лампады, меня это привело в удивление, честно сказать. Кроме всего, когда я обнаружил, что в театре есть комната, где хранятся, например, мощи, целая молебная комната, где раньше сидели водители, теперь там молебная комната. И когда мы освещали театр, мне даже священники и диакон, который спрашивал, слушайте, а что это такое, что это означает? Мощи должны храниться только в храме. Кто мог вообще в театр передать эти мощи? Это тоже вопрос, на который должны будут ответить те люди, которые это сделали. Добрый день, это программа «Мимо НОД» в студии София Корзова и, наконец-то, Евгений Додорев. Добрый день. Добрый день. У нас в гостях сегодня Илья Смирнов. Здравствуйте, Илья. Добрый день. Илья – публицист, журналист, культовый журналист и публицист. Правильно, да, всегда. Это мы уточняем, автор различных книг, «Время колокольчиков», «Жизнь и смерть русского рока» и много-много ещё всего. Столько про вас написано в Википедии и везде. И самое главное, как мы узнали с Евгением Юрьевичем буквально перед эфиром, автор термина «Либерастия». Да, мы узнали, прочитаю Википедию. Да, да, да. Кстати, когда вы писали книгу «Либерастия», вы понимали ли вы тогда, что вы себя обрекаете на… Место в истории. Нет, на части безработицу, потому что в медийке, в которой мы с вами работаем, там не только ключевые, но практически все посты занимают люди, которых вы называете либерастами. То есть вы себе отцепли потенциальную возможность для карьерного роста. Там даже хуже получилось, потому что я же её так и не смог нигде опубликовать. Она в интернете опубликовала. Она только в очень большом количестве экземпляров, я думаю, в большем количестве, чем я смог бы её напечатать в типографии. Ну, я столкнулся с такой ситуацией, ну, как у Островского, у мудреца, на которого довольно простоты, что каждый очень смеялся, пока не доходил до своей главы. Каждый из потенциальных издателей. Телевизор, да. Ну, то есть коммунисты до того момента, что там про Сталина написано, патриоты до того момента, что там, скажем, про уважаемого профессора Лосева написано, ну и так далее. Ну, про натуральных либерастов уже не говорю. Ну, да. Так вот, я и говорю, что очень сложно вообще быть над схваткой. То есть вообще, если ты не занимаешь какую-то определённую сторону, не примыкаешь к какому-то определённому лагерю, то ты на самом деле не рукопожат везде, получается. Вот это осознанная позиция или это так сложилось в вашей биографии, что вы оказались таким диссидентом по жизни, диссидентом для каждой страты? Так осознанно сложилось. Не жалеть? А чего жалеть? Я смотрю на своих приятелей, из которых некоторые сделали колоссальную карьеру. Ну, скажем, моим хорошим знакомцем во времена ещё анархо-коммунистической юности, ещё до рок-музыки, был, скажем, Валя Юмашев. Он участвовал в такой организации полуподпольной под названием «Камбрик». И вот наша организация ещё более полуподпольная, то есть скорее подпольная. С ними сотрудничала, отчасти дружила, отчасти спорила о правильном понимании Карла Маркса. Продолжение следует...